Ребят, всем привет и доброго времени суток! В этом видео мы поговорим о таком балансире, как Lucky John Classic. Итак, поехали! Что же такое Lucky John Classic? Classic это, пожалуй, наиболее известный балансир от компании Lucky John. Честно говоря, я так точно и не знаю, какой именно стране принадлежит данный бренд. Либо это Польша и Lucky John это подразделение Салма, либо все же это Прибалтика, это Литва, это Эстония. Но в любом случае балансиры от бренда Lucky John это действительно рабочие приманки, которые соответствуют своей цене. Теперь подробнее о самой приманке и о том, чем она мне нравится, и чем она мне напротив не нравится. Как можно понять из самого названия, балансир имеет полностью классическую форму. В принципе, корпус тела по своей форме напоминает тот же самый Рапа Ладжигин Рап. Но есть у Lucky John Classic и небольшое отличие. Отличие заключается в том, что хвостик у этого балансира довольно мал по размеру, по отношению к его телу. Такая вот особенность обуславливает некоторые отличия в поведении балансира при проводке по сравнению с другими моделями. При стандартном взмахе удилищем балансир у нас описывает под водой полукруг. Но если подавляющее большинство других балансиров, как правило, рисуют симметричную восьмерку, то, допустим, Кусама Тасапайна и Lucky John Classic рисуют скорее не постоянно восьмерку, а как бы двигаются по форме ромашки. То есть идет постоянное небольшое смещение, из-за чего за 10, допустим, взмахов мы описываем полный круг. В случае с Тасапайна это достигается за счет асимметричного хвостика. Что касается именно балансира Classic, то я так понимаю, что как раз за счет хвостика по сути достигается тот же самый эффект. В то же время небольшой хвостик балансира является причиной того, что во время взмаха он не очень далеко отходит от ломки. Если взять тот же самый Фин, то Фин буквально взмывает вверх. У Фина очень широкая траектория, но при той же интенсивности взмаха Classic будет вести себя намного спокойнее. Так что если Фин для меня это в первую очередь поисковая приманка, то Classic это тот балансир, который позволяет ловить преимущественно спокойного пассивного хищника, которого нужно именно монотонно, спокойно раззадоривать, дать ему время для того, чтобы он успел посмотреть на приманку, успел к ней подойти и атаковать. Также стоит знать, что в случае с балансирами Lucky John возможны варианты с вот таким вот прозрачным хвостиком и с хвостиком красным. Приманки с красным хвостиком имеют в своем наименовании литерой RT. Красный хвостик балансира служит дополнительной точкой прицеливания, но в том случае, если вы размещаете на тройнике балансира какой-либо кембрик, бисер, либо что-то другое яркое, то необходимость в хвосте, в красном, необходимость в дополнительной точке прицеливания просто-напросто пропадает. В то же время красный хвост делает приманку визуально крупнее. А потому если вы ловите мелкого хищника, допустим, мелкого окуня на некрупный балансир, то все же выбирайте приманку с прозрачным хвостом. Если же окунь активен, если он не боится размера приманки, то следует ставить приманку с красным хвостиком. Балансир Лакеджон Классик выпускается в довольно большом количестве размеров, начиная от 30 мм и заканчивая 80 мм. Таким образом, данная приманка перекрывает все потребности рыболова в ловле пресноводного хищника. И ловить на него можно как мелкого окуня, так и трофейную щуку, а также судака. Приманка оснащена крючками компании Камасан. Это довольно неплохие крючки, но, во-первых, следует помнить, что, во-первых, бывают серии, когда приманка поставляется без вот этого вот центрального тройника, а, во-вторых, субъективно, допустим, эти крючки большеваты. Я считаю их большеватыми пропорционально для конкретных балансиров, потому что, допустим, у той же Раповы, при той же самой длине, допустим, в 60-50 мм, крючки более компактны, выглядит приманка более изящно. Здесь крючок, прямо скажем, довольно сильно выдается за пределы габаритов именно самой приманки. Но на количество поклёвок это никаким образом не влияет, да и, в принципе, как правило, 85-90% засечек происходит именно на центральный тройник. Что же касается центрального тройника и способа его укрепления в целом, то мне очень нравится эта компания своей вот такой вот застёжкой. При помощи этой застёжки можно как снять крючок очень быстро, так и так же быстро вернуть его на место. Если же вы эти же самые манипуляции будете производить с балансиром Рапова, то данная задача займёт у вас очень-очень много времени, особенно если у вас нет каких-то специальных инструментов. Лакокрасочное покрытие балансира довольно хорошего качества. Существуют также модификации со светоотражающим голографическим покрытием. Но я не очень сильно обращаю на это внимание и больше концентрируюсь именно на самой расцветке балансира. Как я уже говорил в других своих видео о других приманках, я придерживаюсь двух основных типов моделей выбора цвета приманок. Первый – это естественная приманка, когда балансир у нас имитирует окраску натуральной рыбки. И второй подход – это яркие провокаторы. Пусть это будет красный, жёлтый, вот такой вот, даже синий, хоть он и не настолько яркий. И тем более хорошо, когда провокатор у нас имитирует натуральный объект. То есть это приманки, раскрашенные под окуня. В случае с ловлей окуня я, как правило, применяю классик от 30 до 40 мм. Ну а для щуки и судака подойдут приманки от 50 мм. Но одним из основных и хороших достоинств этого балансира является наличие в модельном ряде балансира, который имеет длину 45 мм. Таким образом, это некая переходная приманка, которая позволяет ловить как совсем не крупного хищника, так и уже действительно ходовую какую-то щуку весом от 800, весом от 1 кг. Итак, рекомендовал ли я бы вот этот вот балансир к покупке? Конечно же да, и у самого меня такие балансиры постоянно есть в коробке. Пусть даже основное количество времени я ловлю на приманки других производителей, но нередко классик в крупном размере хорошо работает по щуке. И кроме того, когда я ловлю в незнакомых новых для себя местах, я также ставлю тот же самый классик, потому что элементарно стоимость его составляет где-то примерно 2 доллара, что несоизмеримо ниже, чем у тех же самых Куусама, либо Раповы. Да и в целом, если вы собираете свой первый зимний вертикальный спиннинг и подбираете приманки к нему, то я бы рекомендовал обращать свое внимание на вот эти вот приманки от Lucky John, это Classic, это Finn и это Nordic. Кстати, недавно мой друг создал свой собственный канал, где также снимает видео о рыбалке. Ему осталось совсем немного набрать до 1000 подписчиков, поэтому, если вам не сложно, переходите по ссылке в описании, смотрите видео и подписывайтесь на него. Что ж, если вам это видео было полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо!